Друзья, всем привет, добрый вечер. И сегодня мы поставим жирную точку на планах власти реализовать новый политический проект под названием ДИЯ и затащить слугу народа под этим брендом Верховную Раду и переизбрать Зеленского. Проект ДИЯ полностью зашкварен после того, как вчера в информационном пространстве появилась новость о министре экологии времен Януковича Злачевском. Злачевский. Помните такого персонажа? Коля Зло. Злачевский по приговору НАБУ за взятку согласился выплатить 500 миллионов гривен в качестве штрафа на ЗСУ. И его, значит, за это отпустили. За попытку взятки, как вы помните, по делу компании «Бурисмос», скандальной компании «Бурисмос», которая была связана с сыном президента Байдена Хантер Байден. В общем-то, из-за раскрытия схем, которой американцы наложили на меня политические санкции. Вся эта история, мы еще к ней вернемся, она никуда не девается. Но пока Проколю Зло, который за 6 миллионов долларов сначала попытался подкупить НАБУшникова и закрыть уголовное дело против «Бурисмос», попался со своими посредниками этой взяткой. И сейчас по вот этому делу о взятке, не о «Бурисмос», заплатил 500 миллионов гривен на армию, чтобы его отпустили. Так вот, заплатил он куда эти 500 миллионов гривен, друзья мои? На армию дронов. «Армия дронев», очень важный проект Офиса Президента, который реализуется через что? Через ДИЮ. Помните эту историю? А вот ДИЮ, а вот ДИЮ, это не просто информационная платформа, которая сегодня используется властью. Это ведь еще и способ зарабатывания денег для министра цифровой трансформации Федорова, ну и его, так сказать, опричников, которые они потом собирались делать политической партией и политическим проектом. Так вот, ДИЯ, принимая эти 500 миллионов гривен, проводит этот платеж через компанию финансовую. Компания «Единый простер». Она так и называется. «Единый простер». «Единый простер». Вот эта вот финансовая компания «Единый простер», вот так вот называется. Фин-компания. Берет с каждого платежа, который идет через проект ДИЯ, через платформу ДИЯ в вашем мобильном телефоне, на проект «Армия дронев» или даже на оплату штрафов, 1,5-2.2% комиссионных. Комиссионные 1,5% минимум составляют на каждом платеже, который идет через ДИЯ. Эти 1,5% – это прибыль компании «Единый простер». Берем 500 миллионов гривен, которые Злачевский перечислил на «Армию». Отнимаем от них 1,5% и получаем 7,5 миллионов гривен, которые вот только на решении суда о взятке Злачевского заработали 7,5 миллионов гривен. Собственники компании «Единый простер», которая является платежным агентом ДИЯ. Вы сейчас скажете, ну у ДИЯ же должен быть платежный агент. То есть тот уже должен получать платежи, которые проходят на такие важные проекты, как в том числе «Армия дронев». Да, должен, друзья. Вот вы когда платите штраф, идете в какой-нибудь банк, там получателем платежа при оплате вашего штрафа является Главное управление Державного казачейства Украины. ГОС, казначейство, получает ваши платежи, а не какая-нибудь финансовая компания за процессинг платежей. То есть что это такое? Это просто компания, которая придумала платежный модуль, по которому вывели данные, она вот приняла деньги, провела через свои счета, оставила себе процентно-комиссионные и отправила в то же казначейство. Обслуживание этих платежей нам находится минимум в 1,5%. То есть только с Коли Зло, Федоров и команда через Дию и Единый Простер заработали 7,5 миллионов гривен. Кстати, я хочу напомнить, что два посредника, которые передавали от Злочевского деньги набошникам, заплатили еще плюс 300 миллионов. 300, да, миллионов гривен. Это каждый из них заплатил нам по 150, по-моему, 150-180. То есть еще добавьте, пожалуйста, 4,5, с подельников Коли Зло, 4,5 миллиона. Ну то есть, короче, общий выхлоп только со Зло, с его денег, уплаченных через Дию на армию дронов, у команды Офиса Президента, Федорова и Сотоварища, составил на 12 миллионов гривен. То есть мало того, что суд отпустил Злочевского, дававшего взятку за закрытие дела по Бурисме, отпустил за деньги на ЗСУ, так и пацаны с этого поимели. 12 миллионов гривен на карман чисто белых денег, потому что завели вот эту вот финансовую компанию в платежный процесс проекта Дия. Что еще важно? Вот эта вот компания, Единый Простер, она зарегистрирована по адресу Сечевых Стрельцов 77, это в городе Киеве, и там за него зарегистрировано еще 330 компаний, тут работает один человек, главный бухгалтер и директор, и компания, это связано с одним очень влиятельным депутатом услуги народа, но это мы еще расскажем вам, для того, чтобы не раскладывать все козыря просто сразу. Ну и самое главное, вот эта вот история с получением 12 миллионов гривен от Злочевского, через вот эту схему, министром трансформации Федоровым, проектом Дия ставит полностью крест на этой партии, как в политическом проекте, потому что это не политический проект, это дупомойка для зарабатывания на армии и коррупционерах. Забудьте про это. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, в Телеграме, Инстаграме, в Фейсбуке, Твиттере, здесь все ради правды, все ради Украины, и забудьте про Дию, потому что они еще и поездки через зеленую будут давать, тоже платно. Пока.